Всем привет! Сегодня мы сделаем музыкальные ноты из воздушных шариков. Накачайте воздушный шарик, оставляя примерно 8-9 сантиметровый хвостик. Делаем первые два примерно 3 сантиметровой длины пузыря и замыкаем все концы первых двух пузырей в один замок. В этом примере я делаю половинную ноту. Как обычно я использую 260 шарики для изготовления всех скульптурок. Размеры всех пузырей я оцениваю приблизительно на глаз. А теперь давайте сделаем третий примерно 25 сантиметровый пузырь и замкнем оба конца третьего пузыря в один замок. Поправляем третий пузырь так, чтобы получился бублик овальной формы. Очень важно не круглой, а овальной формы. Дырка должна быть хорошо заметной, иначе это будет другая нота, четвертная. Поздравляю, мы уже сделали половинную ноту. Высоту нашей скульптуры можно уменьшить. Давайте сделаем четвертый примерно 30-40 сантиметровый длины пузырь. Обрезаем остаток шарика и завязываем конец. Поздравляю, мы сделали половинную ноту. Кончик шарика можно аккуратно подровнять ножницами, вот так. Аналогичным образом можно сделать четвертную ноту, но только без дырки в бублике. Теперь сделаем восьмую ноту. Накачайте шарик, оставляя примерно 8-сантиметровый хвостик. Делаем первый и второй примерно 3-сантиметровые пузыри. Замыкаем все концы первого и второго пузырей в один замок. Теперь делаем третий примерно 20-сантиметровый длины пузырь. Замыкаем оба конца третьего пузыря в один замок. Таким образом мы сделали четвертную ноту. Мы можем сделать ее немного по-другому. Делаем четвертый примерно 25-30 сантиметровый длины пузырь. Замыкаем оба конца четвертого пузыря в один замок. Третий пузырь нам нужно разместить в середине петли четвертого пузыря. Вот таким образом. Опять мы сделали четвертную ноту, немного другого вида. Остаток шарика можно укоротить по желанию. Ну а в этом примере я использую остаток шарика для того, чтобы сделать восьмую ноту. Делаем пятый примерно 30-40 сантиметровый длины пузырь. Делаем шестой и седьмой 3-сантиметровые пузыри. Замыкаем все концы шестого и седьмого пузырей в один замок. Остаток шарика будет восьмым пузырем. Если он слишком длинный, можно его укоротить. В данном случае меня эта длина устраивает. Восьмой пузырь можно изогнуть, придать ему желаемую форму. Вот так, например. Поздравляю, мы сделали восьмую ноту. В следующем примере я хочу сделать соединенную ноту. Накачайте два шарика, оставляя примерно 8-10 сантиметровые длины хвостики. Делаем первые два примерно 3-х сантиметровой длины пузыря. Замыкаем все концы первых двух пузырей в один замок. Все ноты в этой инструкции я делаю практически одинаково. Вы можете по желанию изменить размер пузырей, да и последовательность изготовления пузырей тоже можно изменить. Итак, мы сделали третий примерно 20-сантиметровый длины пузырь и замкнули его оба конца в один замок. Затем сделали четвертый примерно 25-30 сантиметровый длины пузырь и замкнули его оба конца в один замок. Вставляем третий пузырь в середину четвертого пузыря. из другого шарика сделать еще одну ноту аналогичным образом. Обратите внимание, вторую скульптурку я сделал слегка другого размера. Остатки шариков имеют разную длину, да и хвостики получились разной длины. Это не имеет никакого огромного значения, можно работать с одинаковыми шариками или с разными. Давайте сначала поработаем с длинным шариком. Делаем пятый примерно 35-40 см длины пузырь. Это будет высота нашей скульптуры. Теперь делаем шестой пузырь примерно 3 см длины. Замыкаем оба конца шестого пузыря в один замок. Теперь сделаем соединение верхнее ребро. Делаем седьмой примерно 20-25 см длины пузырь. Делаем восьмой 3 см длины пузырь. Замыкаем оба конца восьмого пузыря в один замок. Остаток шарика должен быть не менее 10 см длины. Будет девятым пузырем. Теперь работаем со вторым шариком. Делаем пятый примерно 25-30 см длины пузырь. Затем делаем шестой и седьмой 3 см длины пузыри. Замыкаем все концы шестого и седьмого пузырей в один замок. Эту ноту я делаю заметно короче, чем мы сделали первую ноту. Вторая нота короче первой ноты на длину девятого пузыря первого шарика. Защипываем конец первого шарика и замыкаем его между шестым и седьмым пузырями второго шарика. Вот так. Общая длина девятого пузыря первого шарика и пятого пузыря второго шарика должна быть такой же приблизительно, как и длина пятого пузыря первого шарика. Не обязательно делать в точности одинакового размера. Несколько сантиметров разницы сделают нашу скульптурку даже более привлекательный, по-моему. В общем-то мы уже сделали соединенную ноту, но я пожалуй сейчас сделаю второе ребро или второе соединение, как вам угодно. Отмеряем и делаем восьмой пузырь второго шарика. Он должен быть такой же длины, как мы сделали перед этим седьмой пузырь первого шарика. Затем делаем девятый и десятый, трех сантиметровой длины пузыри. Замыкаем все концы девятого и десятого пузырей в один замок. Остаток второго шарика нам не нужен. Давайте обрежем его. Можно сделать это ножницами. Завязываем остаток второго шарика или прячем его между пузырями скульптурки. Теперь нам нужно разделить пятый пузырь первого шарика на две части. При этом нам нужно сделать верхнюю часть пятого пузыря такой же длины, как и девятый пузырь первого шарика. И затем мы замыкаем конец второго шарика между частями пятого пузыря первого шарика. Вот таким вот образом. Поправляем все пузыри в нужное положение. Поздравляю, мы сделали соединенную ноту. В данном примере я сделал одну сторону скульптурки немножко короче, чем другую. Можно развернуть в противоположную сторону. Скульптурка будет выглядеть немножко по-другому. Да, вот так вот мне нравится больше. Мы можем использовать все ноты как есть по отдельности. Можем повесить нашу скульптуру на стену или подвесить их к потолку. Можно это все сделать с помощью ниток. Я предпочитаю использовать нитки такого же цвета, как и задний фон, на котором будут висеть скульптурки. С помощью прозрачной липкой ленты можно прикрепить конец нитки прямо к стене или к потолку. В данном примере я использую одностороннюю липкую ленту. Вы можете использовать двухстороннюю. Итак, крепим конец белой нитки прямо к стене. Нитки и лента практически незаметны даже с близкого расстояния. Я воспользуюсь пятью полностью накачанными шариками для того, чтобы сделать нотный стан. Пять горизонтальных линий расположенных одна под другой. Оборачиваем нитку поочередно вокруг каждого шарика, по краю шарика. Оставляем небольшие зазоры пространства между шариками сантиметров 5, может больше. Напоминаю, нам нужно закрепить всего пять шариков таким образом, сделать пять линий и затем крепим нижний конец нитки опять же липкой лентой. Противоположную сторону шариков можно прикрепить аналогичным образом с помощью ниток, а можно сделать это используя только липкую ленту. Ну, для примера я так и сделаю. Закреплю конец каждого шарика с этой стороны с помощью прозрачной липкой ленты. Это удобнее делать, конечно, используя двухстороннюю липкую ленту. Я это делаю обычной односторонней липкой лентой. Липкая лента обычно плохо клеится на побелку, пыльные стены или на ковры. Имейте это в виду. Поздравляю, мы сделали нотный стан. В прошлой инструкции мы с вами сделали скрипичный ключ. Ссылку на эту инструкцию вы всегда найдете на моем веб-сайте feuduit.com. В данном примере я прикреплю скрипичный ключ к нашим шарикам с помощью односторонней липкой ленты. Ну, а теперь, для примера, я прикреплю, опять же, прозрачной липкой лентой односторонней скрипичный ключ и все ноты, которые мы сегодня с вами сделали. Поздравляю вас еще раз! Мы сделали сегодня музыкальные ноты. Подписывайтесь на мой видео канал, лайк мое видео, комментируйте. Ну, и как всегда, желаю вам веселых выкрутасов! Субтитры сделал DimaTorzok